МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Минувшей ночью в городе произошла крупная авария. Около 20 часов пропало электроснабжение в домах 5, 7, 9, 11, 13 по улице Академика Королева. Вместе с электроснабжением отключилось отопление. Газовые котлы работают от сети и горячая вода. Как говорят жители микрорайона, за последний месяц это уже третье аварийное отключение. В первых двух случаях аварию устраняли не более чем за час-полтора. Во время летней аварии пробило кабель. Сейчас район питается от резервного кабеля, который не выдерживает нагрузки из-за холодов. У нас сейчас ничего нет, ни света, ни тепла, ни горячего. Вчера в 8 часов отключился свет, вот до сих пор в нашем доме не меняется. В соседних домах дали свет, но вот в нашем доме до сих пор ничего нет. Вчера уже с вечера стало холодать, ну оделись потеплее, только так. А мы с ребенком оделся потеплее, но все равно мы переживаем, потому что мы недавно переболели. Только перестали кашлять, а тут опять стало прохладным. Да, у соседей вообще болеет до сих пор ребенок, за них тоже переживаем. По вчерашнему вечеру мы звонили в диспетчерскую, они отвечали на руки, поддерживали. Конкретно не говорили, когда они все закончат. Сказали, что серьезная авария, они подключились в те службы. Вот, ну мы идем. Сегодня утром сказали, что часами двум-трем дадут тепло, ну остается только ждать. В 2015 позвонил житель Байконура о том, что у них там нет электроэнергии. Оперативный дежурный сразу же позвонил в управляющую компанию Байконура. И параллельно позвонили в наши городские электрические сети, которые выслали туда бригаду. Когда они прибыли туда, выяснилось, что трансформаторная подстанция, принадлежащая Байконуру, от нее нет питания. В течение всей ночи занимались вопросами подсоединения по резервным линиям. И постепенно, начиная с 4 часов утра и до 6 часов 30 минут, 4 подключили и остался один на 6-3. После обеда тепло и свет подали и в оставшийся дом. Инвестиционная привлекательность Чувашии основана на эффективной работе предприятий. Главная кондитерская республики фабрика «Аконт» на сегодня уверенно продвигает свою продукцию на российском рынке, отметил глава региона Михаил Игнатьев. Сегодня он встретился с руководителем предприятия. На рабочей встрече стороны обсуждали перспективы на будущее. Вопрос модернизации – первый и самый главный. При факте уже вхождения страны в мирную торговую организацию, предприятия должны развивать свой потенциал. И, соответственно, основные деньги, основной свой бюджет мы формируем и направляем его на воспроизводство, на расширение производства, чтобы доминировать на рынке и постараться занять побольше свою долю. Предприятие нацелено на расширение производственных площадей. Тем самым «Аконт» увеличит и мощность выпускаемой продукции, внедрит новые технологические линии, что, несомненно, скажется на всех финансово-экономических показателях. В свою очередь Михаил Игнатьев выразил благодарность за спонсорскую помощь и участие в социальных проектах, которые реализуются в республике. Данифа Тагерова, Андрей Шоклев, «Республика». Молока в «Республике» станет значительно больше. В Маргаушском районе построен и введен в эксплуатацию современный молочный комплекс на 500 голов. Спроектирован он по принципу лучших зарубежных аналогов. С последними достижениями животноводства познакомилась наша съемочная группа. Молочный комплекс на 500 голов – новой, а потому и технологией, которой здесь применяются самые современные. Благодаря технике налаживается быт в коровьих отрядах. Все сделано так, чтобы животное чувствовало себя максимально комфортно. Комплекс обеспечен современным доильным залом, оборудован новейшей системой удаления и сепарации навоза. Он поступает из коровников, проходит полную обработку и делится на фракции, которые затем используются в дальнейшем как удобрение и подстилка для коров. Одним из важнейших объектов на ферме считают родильное отделение, ведь теленок именно в первые дни своего рождения требует более внимательного к себе отношения. Санитарная чистота в телятнике – залог получения здорового молодняка. У нас в республике таких комплексов, конечно, немного. Всего это три. Первый – это Аконтагра в Янчевском районе. Второй – это Вурнарский мясокомбинат построил в Вурнарском районе. В этом году сдали. И вот сейчас в Маргаушском районе Путилича. Конечно, здесь предусмотрены все новые технологии, которые позволяют добиться и высокой продуктивности, и высокого качества, что требует от нас и Министерство сельхозяйства Российской Федерации. В ближайшее время поголовье животных здесь хотят довести до тысячи. Поэтому вскоре будут необходимы и новые работники. Для этого в хозяйстве уже проводят встречи с выпускниками сельхозакадемии. Но просто так сегодня молодежь на село не привлечешь, считают здесь. Необходимо не только строить дороги, но и обеспечивать досуг тем, кто придет сюда работать. Для работников хозяйства на территории старого молочно-товарного комплекса уже отстроили общежитие на 30 мест. Газ, электроэнергия, водоснабжение в доме имеются. Здесь хорошие рабочие места, высокопроизводительный труд, и труженики в зависимости от работы, конечно, будут получать достойную заработную плату. Сейчас на прилавках чувашских магазинов не так много местной продукции. Главная задача руководителя комплекса – обеспечить чебоксарцев молоком, выработанным в родном регионе. Уже в ближайшее время на этом предприятии планируют стать лидером по производству молочной продукции. В Чебоксарском районе, вблизи деревни Ситра-Косы, развернулась масштабная операция по поиску двух осужденных. Преступники сбежали из исправительной колонии номер один, завладев боевым оружием. Задержать по горячим следам их не удалось. О побеге стало известно слишком поздно, во время утреннего построения. Такой сценарий для своих учений написали в Федеральной службе исполнения наказаний. Свидетелями активной фазы тренировки стали мои коллеги. Где скрылись преступники стало известно уже спустя несколько часов. Вооруженных людей видели жители одной из деревень. Сбежать далеко им не удалось, квадрат поисков значительно сузился. Лесной массив на окраине деревни Ситра-Косы. Для задержания осужденных сюда стягиваются не только сотрудники УФСИНА, но и армейские подразделения. Вот так начинается активная фаза учений, где укрылись бежавшие заключенные уже известно. Сейчас сотрудники УФСИН полностью окружают лесной массив. Прорваться через такое цепление уже невозможно. Размах операции впечатляет. Кинологи, сотрудники всех ближайших колоний, спецназ. Всего в операции участвует более 300 человек. Вокруг лесного массива они встают в плотное кольцо. Разведка на местности приносит результаты. Беглецы укрылись в этом блиндаже. Группа захвата окружает его. Команду на штурм пока никто не дает. Преступники удерживают заложника, тоже сотрудника УФСИНА. Отпустить его обещают в обмен на большие деньги и вертолет. Начальник наши требования слышал, мы ничего не боимся. Терять нечего. Но выполнять такие требования никто не собирался. С преступниками в переговоры вступает представитель управления. Он призывает их сдаться. Группа захвата все ближе подбирается к блиндажу. Остановитесь. Одумайтесь. Ваши действия противоречат всем законам Российской Федерации. Договориться с преступниками не дается. В ответ нужно сдаться. Они отстреливаются в ответ. Обстановка накаляется. На место прибывает адрес спецназа. Не подходить! Команда на штурм и в бой с преступниками вступает спецназ. Шумовые гранаты, дымовая завеса. На ответный огонь беглецам не оставляют никаких шансов. Несколько секунд и на осужденных надевают наручники. Заложник жив. Подобные учения вовсе не проводят каждый год. Для сотрудников создают самые разные ситуации. Поиск преступников, предотвращение массовых беспорядков. В ходе таких условных операций действия всех оперативных групп оттачивают до идеала. Уже во всех учреждениях имеются планы привлечения сил и средств. Люди все подготовлены. В случае объявления о тревоге собирается личный состав и выезжает в заданный район. Лишный состав, который привлекается, он постоянно проводит занятия, находясь непосредственно в расположении своих подразделений. Проводится как учебные занятия, так и тренировочные занятия. Поэтому все люди, кто задействован в данных учениях, знают свое место, знают, как действовать. У нас же ежедневные тренировки по тактике, по захвату здания и всяких других объектов, которые будут захвачены. К подобным экстренным ЧП в Чувашском УФСИ не готовы всегда. Правда, на протяжении вот уже 13 лет осужденных ловят только на учениях. Все это время из колонии республики никому не удавалось убежать. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. 75 лет отмечает сегодня одно из ведущих медицинских учреждений Чувашии. Республиканский противотуберкулезный диспансер. Сама афтезиатрическая служба начала формироваться раньше, в первые годы советской власти. Однако диспансер на 20 коек в Чебоксарах открылся только в 1937 году. В истории противотуберкулезной службы Чувашии можно выделить три наиболее ярких периода. Конец 30-х годов, создание диспансера и формирование сети кабинетов во всех районах республики. 70-е годы, когда появились передвижные флюорографические установки. И наши дни по целому ряду причин. Отделение лучевой диагностики самое большое в республике, учитывая поток пациентов. И самое передовое в плане оснащения. Цифровой комплекс, установленный здесь, может обрабатывать до 10 кассет. Изображение с них передается на компьютер врача. Впоследствии по сети всем участникам лечебного процесса. При необходимости снимки можно распечатать на рентген-пленке. Бактериологическая лаборатория диспансера считается одной из лучших в России, а в Поволжье вообще уникальной. Новые технологии позволили сократить процесс диагностики с 90 до 42 дней. Если обычный лабораторный метод исследования не приносит результатов, применяется инновазивный. Помимо диагностических манипуляций, в хирургическом отделении ежегодно выполняются более 150 операций на органы грудной клетки и при туберкулезе, и при других заболеваниях. Ассимиляция многолетнего опыта нашей эфтезиатрической службы Российской Федерации, ассимиляция опыта международных партнеров, она приносит свои плоды. У нас на сегодня, можно сказать, что определилась стойкая тенденция к стабилизации эпидемической обстановки и наметилась положительная динамика. То есть только за последние пять лет у нас уменьшилась заболеваемость туберкулезом, распространенность этого заболевания. И что радует, уменьшилась значительно на 46% смертности от этого недуга. Вот, естественно, мы рады полученным результатам. Мы рады за тех пациентов, которым вернули здоровье, которым вернули жизнь. Туберкулез давно перестал быть болезнью бедных. Сегодня это заболевание относится к социально значимым. Ущерб, причиняемый им не только больному, но и всему обществу, очень велик. Как правило, туберкулез поражает взрослое трудоспособное население. Следовательно, это не только оплата больничных листов, но и выпадающие доходы. К тому же само лечение для пациента бесплатное, обходится государству недешево. Стоимость только лекарственных препаратов на один курс лечения от 6 до 600 тысяч рублей, не считая стоимости пребывания в стационаре и трудозатрат медперсонала. Но цель оправдывает все средства. Противотуберкулезная служба Чувашия считается одной из самых эффективных в России. Ваша республика на сегодняшний день делает очень хорошие шаги. И по некоторым показателям вы уже начали превосходить и республику Татарстан. В первую очередь это касается результатов лечения больных с вновь выявленным туберкулезом. Это очень важный показатель, поскольку имеет значение не только выявили мы больного или нет, а самое главное значение имеет вылечили мы его или нет. Вот в этом отношении я могу сказать, что Чувашская республика идет уже практически впереди всех субъектов в привозку федерального округа. Это очень большое достижение. Этим ваша республика может гордиться. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день весь мир говорит о профилактике заболевания, чтобы предотвратить новые случаи заражения и остановить его дальнейшее распространение. Однако вспоминать и говорить об этом тяжелом недуге нужно постоянно. О статистике, лечении и прогнозах сегодня говорили на круглом столе в республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Наша республика относится к регионам с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекции. В Приволжском федеральном округе по этому показателю Чувашия занимает 12 место. Но, как отмечают специалисты, свести на ноль СПИД даже в ближайшие годы в нашем регионе вряд ли получится. По Чувашской республике мы ожидаем это количество порядка 150-155 человек. А если вот за прошлый год, на 11-е годы, их было 128. То есть у нас тоже имеет место рост. Если вы видите, наша заболеваемость 10,2, то по ФО она 49. То есть у нас заболеваемость уже практически в 4,5-5 раз ниже. У нас ниже пораженность, ниже смертность. Все показатели намного ниже. Ну вот, значит, почему у нас с вами рост больше, чем в России. Жители России инфицированы в 2011-е годы, их было 120. Учитывая статистику и показатели, специалисты уже составили свой прогноз. Признаются, что он весьма неутешительный. И необходимо вам сказать прогноз на 2013-е годы. Что же нам ждать? Значит, учитывая вот все вот эти вещи, заболеваясь ВИЧ-инфекцией. Мы примерно программируем на уровне 12-16 показателей, на 100 тысяч населения. Что по-человечески, по-русски, это будет 150-200 случаев. Количество подлежащих антиретровирусной терапии в войне к концу года, мы планируем 420 человек. В 2012 году 400. А охват скринингового обследования, он будет не менее 200 тысяч человек. В 2015 году ни один ребенок не должен рождаться с ВИЧ-инфекцией. В такой цели должны идти все медицинские работники. И хочется помощи всех остальных, поскольку наши ВИЧ-инфицированные матери не всегда ведут себя как положено. Улучшить ситуацию можно с помощью профилактики. Это не только своевременное лечение, но и постоянное обсуждение мер предосторожности. Да и каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью. Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии строится специализированное учреждение для содержания иностранных граждан, находящихся в Чувашии без регистрации. На совещании, посвященном строительству, обсуждались вопросы окончания ремонтно-строительных работ и перспективах на 2013 год. Спецприемник будет находиться в селе Новое Отлашево. В начале будущего года учреждение уже должно принять с первых постояльцев. Оно рассчитано на 15 человек. Для открытия нужно создать штат из 13 человек, провести отделочные работы и обустроить помещение. Незаконные мигранты, подлежащие выдворению, смогут находиться в учреждении. По решению суда, пока специалисты миграционной службы не подготовят документы и не купят билеты. Сроком до двух лет. Средства на содержание иностранных граждан выделяет республиканский бюджет. Пока функцию спецприемника в республике выполняет специальное учреждение управления МВД по городу Чебоксары. В нем под надзором сейчас находятся четыре иностранных гражданина, ожидающих выдворения. В конце выпуска о спорте. Успешный дебют чебоксарской спортсменки на Кубке мира по кикбоксингу. Ирина Спиридонова завоевала бронзовую медаль среди женщин весовой категории до 70 килограмм. Соревнования с участием двух с половиной тысяч сильнейших спортсменов из 30 стран мира прошли в середине ноября в столице Франции. Турнир проходил в рамках мирового фестиваля единоборств, где было представлено очень много видов боевых искусств. В Париж приехали сильнейшие бойцы со всего мира. Немаловажно, что женские команды особенно поражали своей подготовкой. Бои проходили напряженно и очень зрелищно. Выступая в разделе «Фулл контакт», воспитанница Чебоксарского дворца детского и юношеского творчества Ирина Спиридонова завоевала бронзу, уступив представительницам Англии и Узбекистана. Медаль, несмотря на то, что она бронзовая, она есть медаль, поэтому ощущения положительные, соответственно, радость. Ну, немножко был момент огорчения, потому что знаю, что могла бы выиграть, но не доработала, не дотянула в какой-то момент. Мои соперницы, в частности, они были очень сильные. Каждая соперница и вообще каждый спортсмен достоин уважения и заслуживает победы, если он старается. Ирина Спиридонова вышла на ринг после длительного перерыва. Теперь ей приходится целые дни проводить на тренировках, ведь впереди еще много престижных соревнований. Ассоциация кикбоксинга Чувашии возлагает на нее большие надежды. Большой скачок вперед для развития кикбоксинга в Чувашской республике, потому что соревнования подобного уровня, конечно, помогают увидеть мировой класс спортсменов, познакомить их с нашими бойцами. Поездка я доволен лично, я доволен результатом, потому что результат, я скажу, удовлетворительный, потому что есть медаль. Конечно, жалко и обидно, что она не золотая, потому что у нас планки очень высокие, мы стремимся только к первым местам завоевывать только золото. Но Ирина, она спортсмен очень сильный, давно занимается, очень опытный спортсмен. И я как бы жду от нее больших побед, но я думаю, что это не последняя медаль, которую она заработала. Будут медали еще и с турниров рангом повыше. Теперь Ирине в начале декабря предстоит еще раз проверить себя на турнире, который проводит Ассоциация кикбоксинга Чувашии в Чубаксарах, а затем на чемпионате России, не за горами и международные состязания. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Сразу после программы «Республика» в эфир выйдет очередной выпуск деловой Чувашии. Ее автор Ольга Григорьева более подробно расскажет об открытии ресурсного центра и о строительстве одного из самых протяженных мостов Чувашии. С открытием объекта в Ядренском районе река Сура остается судоходной. Об этом заявил начальник УПРДОР «Волга» Сергей Гаврилов. Напомню, управление выступает заказчиком этого объекта. Мост строился с учетом судоходства на реке, говорят строившие сооружения мостостроители из чебаксарской фирмы «Мостоотряд-41» филиала «Мостотреста» генподрядчика на этом объекте. Русловой пролет запроектирован на 151 метр, а сама русловая часть состоит из пяти пролетов. Правда, при возведении эстакада не учитывался подъем чебаксарского водохранилища до 68-й отметки. Вопрос по подъему чебаксарского водохранилища до 68-й отметки начал рассматриваться с момента выхода распоряжения правительства номер 600, насколько я помню, от апреля 2010 года. Этот объект уже реализовывался именно с 2010 года по тем техническим условиям и по проекту, который был согласован и утвержден ранее. Итак, сразу после информационного выпуска смотрите программу «Деловая Чувашия». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова